Друзья, всем доброе утро! Я такой заспанный, нет, я не бухал, я не пью. Просто вчера я сыграл на фесте 16 игр, играл около 14 часов. И сейчас буду собираться в аэропорт. Это будет влог с Испанией, пока что еще в Киеве, сейчас второе число. В общем, попробуем максимально все подробно рассказать о том, сколько что стоило и так далее. Поэтому смотрим и наслаждаемся. Ну что, вот мы, собственно, и приехали в аэропорт Борисполь. Друзья, ехали не на такси, а на вот такой вот электричке. Она гораздо быстрее добирается, поэтому всем рекомендую. Пока не началась посадка, я думаю, поделюсь с вами кое-какой полезной информацией. В общем, друзья, смотрите. По стоимости, что мне стоила дорога сюда, в аэропорт? 100 гривен такси до вокзала и 100 гривен электричка в Борисполе. Плюс билет в Аликанте 100 долларов. Итого, в общем, это 100 евро. Плюс, помимо этого, вам надо будет ПЦР-тест, который стоит около 700-800 гривен, где-то так, в зависимости от того, где вы будете задавать. И также вам надо будет, разумеется, 2 прививки, иметь сертификат. И после того, как вы сделали 2 прививки, должно пройти минимум 2 недели. Помимо этого, вы должны заполнить санитарные нормы. Есть специальный сайт, где это вы все заполняете. И, собственно, как-то так, примерно около до 4к будет вам стоить с Киева добраться в Испанию, в Аликанте. Друзья, это не реклама. Хочу вам порекомендовать авиалинии SkyUp. В связи с изменениями правила въезда в Испанию, нам пришлось немножко изменить даты. И SkyUp сделали это абсолютно бесплатно. А тем временем мы уже поднимаемся в самолет. Ну что, вот и первое утро в Аликанте. Хочу немножко рассказать по поводу жилья. Смотрите, какая ситуация. Мы заранее забронировали гостиницу. И гостиница бы стоила за 4 ночи примерно около 200 долларов. Но мы остановились у Русика. Огромный ему за это респект, за то, что он писал. И все, что сняло, всего-навсего, это порядка 50 евро за бронь гостиницы. Вот. Вообще, мы сейчас находимся, я так понимаю, под Аликанте. Вот, собственно, такой вид с окна у нас. Тут бассейн, а вон там теннисный корт. Я думаю, кстати, в этом влоге вы скоро увидите видео с теннисного корта. Слышишь? А мы сейчас куда вообще держим путь? В Найке идем. И что, там нормальные скидки, да? Скидок, может, нет, но цены должны быть нормальные. Слышишь? Ну, если есть пару копеек, то можно, да, сразу с аэропорта первым делом найти. А потом приезжать домой, да, и сразу ВКонтакте, группа, шмоткин, ляп, по-классике. Друзья, вот мы и приехали, собственно, к Найку. Хочу вам рассказать такой интересный факт. Видите сопля Найка? Но именно надписи Найк нет, потому что здесь какой-то тип запонтентировал это название. И если они хотят сделать Найк именно с названием, без сопли, то они должны ему вывалить кучу бабок. Приколите. А мы полетели смотреть шмоточки. Решили здесь в Бургер Кинз зайти, а Русик выбрал себе бутерброд. Хуёва, не, не крича, я помаху. Восьмой друг, вот. В общем, как видите, можете увидеть цены. 13 евро вон. Можно взять себе какие-то плавательные или обычные шорты. Я так понимаю, это, наверное, детские какие-то футболки. 10 евро, 300 гривен Найк. В общем, если кто-то будет в Аликанте, то обязательно побывайте на улице Майора. Это прямо возле набережной. Здесь очень-очень много заведений, вы обязательно что-то выберете. Лично я заказал себе поэлли. Это народное испанское блюдо. Я хочу попробовать, что это. И обязательно скажу, что я думаю по этому поводу. Вот, собственно, и поэлли принесли. Вот это их народное блюдо. И вот мы еще пиццу решили заказать. Ну, в принципе, пиццу, я думаю, вы и у нас можете такое покушать. А вот это выглядит интересно, но оно такая здоровое. Ну, что я могу сказать? Честно, ну, поэлли можно кушать, но не прям вал. Но я думаю, что если ты бываешь в какой-то стране, то обязательно надо попробовать их народное блюдо. Поэтому попробуйте. Порция очень большая, да. То есть, единственное, что я могу вам посоветовать, не надо здесь заказывать кучу всего. Лучше закажите сначала немножко, потом да закажете. Вот. По поводу пиццы. Тут в маркетах пицца абсолютно такая же. И в пять раз дешевле. Очень прикольно, очень удобно. Кто любит пиццу, вы можете купить себе пиццу и просто ее кинуть там, сделать за 15 минут. Я, если буду в маркете, то я обязательно вам покажу это. В общем, рассказываю. Я никогда не играл в теннис. И вот, грубо говоря, там, может, раз, второй держу ракетку в руках. И мы сейчас заходим на теннисный корт. Прямо там, где Русик живет. И будем сейчас мылить в теннис. Прикиньте. Видели, кстати, этот видос, типа, в теннисе я люблю. Ну, а дальше вы сами знаете, кто видел. В один прекрасный день я проснулась и подумала, что я хочу заниматься теннисом. В теннисе мне очень нравится теннис. Сейчас мы держим путь на йогу. Я думаю, это получится очень интересно, потому что я ни разу в жизни не был на йоге. А здесь еще знакомый практически с Киева, с Украинки. Если кто знает такой город. И они с девушкой преподают йогу. И мы сейчас поедем и будем познавать, так сказать, новые течения, направления йогу. Посмотрим. В общем, немного задерживаемся на 15 минут на йогу. И мы сейчас находимся прямо у побережья моря, у Аликанте. И здесь так дует ветер, просто жесть какая-то. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, вот, собственно, и закончилась наша тренировка по йоге. Что я могу сказать? Мне очень-очень близко было похоже на растяжку. Единственное, что почти все время говорили на испанском. И поэтому мне было немножко сложно понимать. То есть такие моменты. Йога в первую очередь, я так понимаю, это такая духовная закалка. То есть умение расслабляться. На самом деле это очень полезно для здоровья и для центральной нервной системы, для вашего спокойствия и так далее. Но я больше любитель динамичных видов спорта. Поэтому, наверное, сегодня или завтра я побегаю. Как-то так. Мы сейчас поднимаемся на гору Санта-Барбара. И если честно, я не могу просто передать свои впечатления. Посмотрите, какой крутой вид. Я думаю, скорее всего, камера этого не сможет передать. Но я сейчас поднимусь повыше и постараюсь вам все это передать. Как видите, справа у нас город, слева у нас море. Если кто не в курсе, то Испания с одной стороны обливается океаном, здесь можно так выразить. А с другой, как видите, морем. Вообще очень крутой вид. Не знаю, камера передает вам это все или нет. Балдело. Залетели здесь вот в такую прикольную кофейню. Даже это скорее кондитерская. Что мне еще здесь очень сильно понравилось. То, что вот смотрите, кухня прямо за стеклом. И вы видите, как это все готовится. Очень-очень балдежно. Сейчас буду пробовать круассан, который мне очень-очень сильно пиарили. Сейчас посмотрим. Ого, тут столько шоколада. Все, я остаюсь жить в Испании. Сейчас мы будем мини-бандочкой бегать кросс. Я давно уже себе поставил такую цель. Где бы я ни был, хотя бы один раз я должен побегать. Либо в этом городе, либо в этой стране. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гриш. Куда ты синимешься? Подожди. Ну что, через пару часов у нас уже рейс домой. И мы после того, как немножко побегали, немножко поделали подводящие упражнения, бой с тенью. И сейчас мы идем в парк Пальм. Нам сказали, что здесь очень красиво. И после этого мы уже будем ехать в аэропорт, собственно, и направляться в Киев. Хотя, возможно, заедем в Магаз и, наверное, зацепим по классике хамона. Если кто не знает, это испанский деликатес. Хамон. Чтобы вы в курсе были. Ой, ну не знаю. Как по мне, то тот же наш лес, только пальмы. Ну ладно, мы зашли уже немножко дальше. Я забираю свои слова обратно. Здесь на самом деле прикольно. Здесь много пальм, и это создает такую особую атмосферу. А еще, что мне понравилось, я думаю, вы уже слышите по звуку. Это водопад, который вы видите возле меня. Пусть он не очень большой, но он очень-очень сильно передает такое особое настроение. Да, очень-очень чистая вода. Нормальный, да, такой прикол? Прикиньте, с ракой на такой приземлиться. Нормально будет. И как обычно, в кругом пальмочки. Гриша, что ты за веник нашел, слышишь? Давай, гриш. Я понял. Нормальный прикол. Ну да, нет. Кстати, ладно, Гриша не хочет нести, так я понесу. Это, походу, такими приколами, да, вот это в мультиках сидят султаны, а им машут, и они типа балдеют там. Или не? Чине, а? Ну вот, кстати, лавочка реально, как у меня на районе. У меня бабушки на таких балдеют до сих пор. Да, кстати, если кто не в курсе, то, смотрите, финики на деревьях растут. А еще приколитесь, там какая балдежная пальма. Смотри, какая аккуратненькая, ровненькая. Ляпс. А еще мне интересно, что вот это за местяк. Смотрите, такой, идешь, идешь. Может, там какие-то жертвоприношения были? Ладно, стрёмно, надо отсюда валить. Я думаю, как обычно, камера всего не передает, но так красиво отражается в воде. Тут не можно залитнуть надолго. Если честно, я такую тему еще не видел. Смотрите, прикольный, да? Если кто думает, что только в Украине такой прикол, то вы далеко ошибаетесь. Ну что, вот мы, собственно, и приехали в аэропорт уже сегодня. Буквально через 5 часов мы будем в Киеве. Что я могу сказать по поездке? На самом деле было очень круто. Особенно погода, этот контраст, то, что у нас зима, а здесь реально, ну, бывают дни, когда можно ходить в футболке и шорках. Да, немного ветрено. Хочу отдельно выразить благодарность Русику за то, что встретил, вписал, отвез обратно в аэропорт. Также отдельная благодарность Ваньку за то, что мы смогли с ним потренироваться. Также, друзья, не обессудьте за то, что мало лайф-контента. Я только учусь снимать. Поэтому, если вы думаете, что можно было бы снять, пишите в комментариях. Также, как видите, я сейчас пушу в Бургер Кинг, и я всегда задавался вопросом, почему в Украине нет Бургер Кинга? Если вы знаете ответы за этот вопрос, пишите в комментариях. В общем, ставим лайк или дизлайк, подписываемся на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok